Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре Bluetooth спикер Nilkin X-Man модель X1. Приходит он в такой коробочке, довольно прочной, приятной. Сверху нарисовано, как устройство выглядит, непосредственно сверху. На задней части основные характеристики. Это ток 5 вольт 1 ампер, спикеры две штуки 45 миллиметров 4 ома 3 ватта и задний у нас спикер 50 на 90 миллиметров. Также аккумулятор 5200 миллиампер час и больше восьми часов работает на одном заряде и присутствует микрофон. Что же идет в комплекте у нас? В комплекте идет гарантийный талон на английском, с другой стороны на китайском языках и мануал тоже на английском и на китайском языках. Есть вот такой логотип NLE NK Enjoy. Обозначает он, что данный динамик производится брендом NK Enjoy, который является саб-брендом Nilkin. Вот так вот. Также идут два кабеля. Это кабель для AUX, чтобы соединить любое устройство, которое не поддерживает Bluetooth или для экономии заряда. Bluetooth сильнее расходует аккумулятор, чем просто по кабелю. Поэтому, если вы хотите сэкономить аккумулятор, либо если устройство, например, аж MP3-плеер не поддерживает Bluetooth, можно его подключить через AUX или же в автомобиль. Тоже приятная особенность. Также есть кабель для зарядки. Это USB и microUSB. На мой взгляд, такой средненький кабелек. Я бы его не использовал. И рассмотрим сам аппарат. Выглядит таким образом. Спереди металлическая и сзади металлическая сетка. Холодит. Приятно. Тоже бренд NLE. Вот эта вот штука, это у нас резина. То есть, это не про резины. Пластика реально покрытая резиной. На нижней части Nilkin, модель X1, 5 вольт, 1 ампер. Тоже все прорезинено. Ничего не скользит. Очень круто. Здесь ничего нет. Тут у нас карабин. Довольно приятный карабин. Металлический тоже. И заглушка. Под заглушкой имеем microUSB для зарядки спикера. AUX для того, чтобы проигрывать, ну, соответственно, через этот кабель. И полноценный USB. Полноценный USB нужен для того, чтобы использовать эту колонку в качестве пауэрбанка. Внутри находятся два аккумулятора 18650, то есть 5200 мАч, при помощи которых мы можем зарядить любой смартфон. Ну, давайте попробуем это. Берем кабель. Мой стандартный. Берем смартфон. Так. Подключаем. То есть видим, что спикер выключен был. Сейчас он автоматически включится. И, если посмотрим, пошла зарядка. Вот таким вот образом можно при помощи этого спикера заряжать ваш смартфон. Единственное, что закрывается вот эта вот вещь не очень просто. Надо заглушкой попасть в дырочку. Не с первого раза у меня это всегда выходит. Но обычно получается. Так. Все. Получилось. Как видим, здесь все прорезинено. Круто. Кнопочки. Здесь есть четыре кнопки. Это кнопки навигации и управления громкостью. И также кнопка включения, кнопка пауза, плей, ответа на звонок. Есть четыре индикаторных светодиода и микрофон. Включается зажатием этой кнопочки. Нажимаем, ждем. Видим, что начал мигать индикатор Bluetooth. И зарядки у нас полтора светодиода, то есть примерно 50%. Чтобы выключить, коротко нажимаем вот эту и все. Происходит выключение. Снова включим. Качество микрофона хорошее. В принципе, можно использовать его как Bluetooth гарнитуру для того, чтобы, например, общаться в скайпе. Момент ремонта, он вообще незаменим, потому что он имеет защиту IPX4. Что значит этот IPX4? Во-первых, все знают, что такое IP. Это уровень защиты. X обозначает, что на проникновение твердых частиц данный динамик не тестировался. А 4 обозначает, что в течение пяти минут на нем распыляют воду в количестве 10 литров в минуту. А на практике это означает, что X-Man безотказно работает в любых погодных условиях. То есть можно буквально в дождь им пользоваться. Единственное, что его нельзя кидать в воду. Общий вес колонки 518 грамм, то есть больше, чем полкилограмма. Поэтому в горный поход, собственно, его особенно не возьмешь. Однако он играет достаточно басовито, достаточно круто для своих трехватных динамиков. И поэтому как бы даже поплясать, потанцевать под него очень даже можно. Рассмотрим основные области применения данного девайса. Это он отлично подходит для поездок на природу, куда-нибудь на дачу. Очень круто в момент ремонта самое то. Также можно его использовать как просто прослушивание музыки, прослушивание аудиокниг. Я прослушал на нем полторы аудиокниги. Очень здорово. То есть голос слышно гораздо лучше, чем в других колонках, в которых баса мало. Здесь басит отлично. И собираясь куда-нибудь в гости, друзья, чтобы попить чаю, можно, конечно, прихватить с собой. Особенно потому, что не у всех бывает дома нормальный звук. А этот динамик позволяет более-менее создать такую колоритную атмосферу. Что можно сказать, друзья? Вот здесь находятся два динамика. Как я уже говорил, по 45 миллиметров. И сзади находится сабвуфер 50 на 90. Ну, вот так вот он выглядит здоровый. Это пассивный сабвуфер. Он работает исключительно за счет вибраций, создаваемой вот этими передними двумя динамиками. Ну, в принципе, вот такой достаточно удачный, удобный аппаратик. Отдает он ток для зарядки. Это 5 вольт, 1 ампер. Работает на расстоянии 10 метров по Bluetooth. Ну, давайте подключим, наверное. Подключим, посмотрим, как это все работает. Подсоединяю Bluetooth. Так, есть, подключилось. И для тестирования, друзья, у меня есть еще один спикер. Называется он Blitzwolf F1. Он 5-ваттный, он меньше. Смотрим, как. Однако, характеристики у них практически идентичные. То есть, и здесь, и здесь IPX4 защита. Здесь 5 ватт динамики почему-то, хотя существенно меньше. Здесь 3 ватта. Ну, посмотрим. Я предлагаю послушать оба динамика и выяснить, какой из них лучше. Этот спикер стоит примерно на 10 баксов дешевле, чем этот. Но вы сами увидите сейчас, что деньги того стоят. Так, включаем этот спикер также. Так, теперь включаем второй. Включаем первый. Он даже вибрирует в руках и сразу чувствуются басы. А теперь вот этот, который вроде бы как на целых 2 ватта мощнее. Да, орет он громче. Это однозначно. С другой стороны басов, конечно же, здесь совершенно не хватает. То есть, если вы любите именно полноценную музыку с низкими частотами, то ваш выбор однозначно вот этот динамик. Единственное, что он, конечно же, нелегкий. То есть, в горные какие-то походы его не возьмешь. Однако, вот реально с собой куда-то в сумку кинуть, реально круто. Кроме того, если ваш аппарат сел, он всегда подзарядит. То есть, все-таки 5200 мАч, это действительно круто. Карабинчик, как я уже сказал, мне динамик понравился. Послушал на нем музыку, книжки, подключал его к своему ноутбуку для того, чтобы слушать музыку, для того, чтобы смотреть видео какие-то с YouTube. Вообще, всем доволен для своих габаритов, для своего форм-фактора. Очень круто, друзья. То есть, реально играет очень громко. Сейчас на всю поставить не могу. У меня 4 часа утра, ночные обзоры. В общем, классный динамик, рекомендую. Круто, круто. Нилкин, X-Man, X-1, или же, как его еще, NK-Enjoy, NLE. Вот такой вот аппаратик. На этом всем спасибо, друзья. Подписываемся на канал, ставим лайки, смотрим другие мои видео. Оставляем комментарии внизу. Всем пока. Ну и также внизу будет ссылочка, где купить данную колоночку или просто ее посмотреть.